Люди, всем привет из Сочи. Сразу подписка, лайк, потому что я единственный капер, который дает статистику в огромном объеме. У меня каждый день несколько видео, я даю исчерпывающую информацию по каждому матчу, который я даю. И я вдоль и поперек разбираю всю статистику желтой карточки, фаллы. Только я это делаю. Больше никто. Только я делаю футбол, баскетбол и хоккей, потому что занимался этими видами спорта. И только я стабильно, четко рассказываю каждый день всю подноготную всех команд. И у меня есть платная группа в WhatsApp. Вступайте, платьте один раз. 300 рублей, с 1 февраля будет 500. В группе уже 170 человек за 3 месяца, поэтому я считаю нормальное. Значит, по матчу Кубка Англии, Третий круг, Транмир, Уотфорд. Ответ на встречу. Первый закончился со счетом 3-3 на поле Уотфорда. Теперь Уотфорд играет на выезде. Мой прогноз победы Уотфорда за 1,75. Я могу, конечно, разобрать статистику. Транмир – это команда, которая играет в какой-то второй или третьей лиге. Ну, точно не в чемпионшипе. Если честно, первый раз вообще вижу это название. Два года я прожил в Англии, и скажу вам так, что там, когда начинается по субботам матч, они начинают чуть ли не в 10 утра, и для них это нормально – пойти в 10 утра на футбол, поехать. И в прямом эфире, во-первых, ничего не показывают. У них такой стрим идет, и все матчи начинаются одновременно. АПЛ, чемпионшип, вторая, третья, четвертая, пятая. И просто идет бегущая строка, как они, гол забили, вот идет, идет. И сидят, значит, в студии чуваки, там обсуждают, да, какие-то эксперты, там, базарят за футбол, как говорят у нас в Одессе. Вот так в Англии проходит. Хочешь посмотреть футбол – плати либо бабки, либо на стадион. А самые дешевые билеты были тогда на Ливерпуль. 25 фунтов стоу билет. И тогда Майкл Оуэн как раз играл. Вот это был 2001 год. Ну, 2001-2002 в Англии я прожил. Был я на стадионе у Имблдон, как раз проходил там. Ну, короче, много я про Англии рассказываю, на старом канале у меня, короче, все это есть. Значит, и про футбол. Значит, Транмер этот примерно 5 голов имеет дома Total. Но Уотфорд против этого. Он имеет в гостях 2,5. То есть опираемся, где-то примерно 2-3 гола в матче здесь максимум будет. Я так думаю, 3 меньше. В среднем забивает Уотфорд один в гостях, пропускает полтора. Но, понимаете, Уотфорд это аутсайдер АПЛ и как бы статистика дается на АПЛ. А здесь команда из третьей линии, которая пропускает 3,25 дома. Забивает полтора. То есть проиграет где-то 1-3 на своем поле. Вот на это надо опираться. Примерно здесь Уотфорд выиграет 2-11. Скорее всего, Транмер опять забьет. Но Уотфорд должен проходить дальше. Значит, последние матчи Транмера в 8-ми последних только. Так, у них 3 победы было. Вот смотрите, с какими командами он выиграл. У Уотфорд-Сити 0-2. У Саутпорта 1-1 сыграл. Опять Саутпорт 0-2. Это, видимо, кубок. С Тотенхэмом проиграл 0-7. 4 января 0-7 Тотенхэму. 2-2 с Уекомбом. Может, такие названия Уекомб это вообще что это такое? Дальше опять Уекомб 1-1. Ну, понятно, что это кубковые матчи. Статистика идет по кубкам. Значит, здесь серия следующая. Уотфорд сыграл 5 январь подряд с Тоталом больше полтора. То есть, скорее всего, раз такая тенденция пошла, Уотфорд, ну, голы в обоих таймах. Голы в обоих таймах. А раз голы в обоих таймах, то, наверное, уже 2,5 меньше мы не берем. И, наверное, 3 тоже не берем. А берем такую ставку, как голы в обоих таймах. И, наверное, Уотфорд больше полтора. Скорее всего. Вот так. И вообще по желтым, по фолам Уотфорд не самая фалящая команда. Вот. Я сейчас вам разберу, открою еще один ресурс. Никто этого не делает, кроме меня. Я в прямом эфире все разбираю. Я, конечно, готовлюсь иногда. Извините, предварительно я смотрю. Вот они играли. Значит, 3-3 счет был у них на кубок. И смотрим статистику этого матча. Значит, по ударам в створ 7-3 в пользу траммера. Это уже настораживает, да? То есть активно ребята на выезде играют. Но не все попало, скажем так. По угловым 5-4 в пользу траммера. Но это настораживает. Я уже боюсь их. По офсайдам тоже 3-0. Но офсайд чаще попадает. По фолам 13-11. То есть серьезный прибавл был. 2-4 фола. И у Уотфорда была красная карточка. Но по желтым победил траммер. Вот я думаю, что он сейчас опять по желтым и победит. А теперь надо просто посмотреть обзор этого матча. Потому что это ответный. Понимаете? И нужно отталкиваться от того, что было в первом матче. Так вот, в первом матче была следующая история. Уотфорд повел в первом тайме 3-0. 12-14-34. А во втором тайме эти начали давить. И забили гола на 65-й, 78-й, 87-й. С пенальти. И на 89-й Перейра был удален у Уотфорда. Вот таким вот образом они сравняли с пенальти. То есть я думаю, что в этой встрече, конечно, Перейра будет дисквалифицирован. Здесь надо брать победу, конечно, Уотфорда за 1-75. Пока ее дают. Я думаю, что они учтут ошибки. Уотфорд учтет ошибки. Вот свои, которые они сделали. И не будет их повторять больше. И они попытаются получить преимущество уже тоже в первом тайме. И довести до конца, уже до логического завершения. Вот эту встречу не пропускать три гола. То есть они расслабились, а те побежали. И во втором тайме их обыграли. И просто хочу сказать, что Уотфорд дома, вот последние игры, я посмотрел тоже предварительно. В последних пяти Уотфорда ни одного поражения. А с кем Уотфорд играл, я вам сейчас скажу. В шести ни одного поражения. Он играл с Манчестер Юнайтед, обыграл их 2-0. Астанвилл обыграл 3-0. Волверхэмтон 2-1 обыграл. С Тутенхэмом 0-0 сыграли. Если чуть-чуть назад отмотать, Кристал Пелос 0-0. Бормут 0-0. Шеффилд 0-0. То есть это ВПЛ, как бы вот такие вот. Но это был уже октябрь месяц. То есть проиграли только Бёрли 0-3. Но Бёрли вообще оборзела. И Манчестер Юнайтед вчера обыграли. И Лестер обыграли. Какая-то команда. Поосторожнее с Бёрли. Ребята, поосторожнее. Знаете, нет страшнее зверя, чем раненая овца. Она кусает всех без разбора. Поэтому. Вообще вот с Таймером еще два раза встречался. Еще счета были такие. 99-й год 2-1. Это был чемпионшип. И 0-1 год 1-1. То есть во всех встречах было обе забьют. Поэтому здесь я жду счет 2-1. Не знаю. Я не волшебник. Я все не угадываю. Но у меня очень большой стаж. Просто боле нет смотрения. С 72-го года смотрю все хоккей. С 74-й все футболы. Вот. И много чего видел. И поэтому. В общем, пожалуйста. Подписка, лайк, комментарии. Оставляйте побольше мне комментариев. Побольше ставьте лайков. Делайте репосты. Посылайте мои ролики еще там куда-то. Обязательно подписка. И значит. Я даже иногда мне человек задает какой-то вопрос. Я даже могу снять ролик. Осветить какую-то тему. Да. Даже без денег. Мне просто самое интересно. Вот. Ни у одного капера нет такой обратной связи. Как у меня. Отвечаю на все комментарии. Я значит читаю. Всех посылаю. Кто меня посылает. Я тоже всех посылаю. Кто мне хамит. Я тоже всех. Знаете. Сразу вычеркиваю. Посылаю. Указываю конкретный адрес. Иногда даю выбор. Или туда иди. Или сюда. И просто блокирую человека. Но кто ко мне по-хорошему. Я с теми тоже по-хорошему. Поэтому. Хотите играть. Хотите развиваться. Вступайте в группу. Вот. У нас уже есть люди из Испании. Из Армении. Из Казахстана. Значит. Из Беларуси. Из Украины. Татарстан очень много. Значит. Есть. Есть уже. Пошли инсайды. Есть платные прогнозы у нас. Есть платные экспрессы. Уже все у нас есть. Вот. И будет еще больше. Вот. Лучше канал не найдете. Баскетбол в Лаве вообще залетает. И очень много ставок именно в Лаве от меня и от других участников группы. Вот. Не упустите свой шанс попасть в хорошую компанию. Я ее называю сборной Советского Союза по ставкам. Это ко мне. Всем спасибо за внимание. До свидания. Жмем лайк. Подписка. Теребим колокольчик. Делимся с друзьями. Пока. Всем удачи.